Друзья, рады приветствовать вас с нами. Вы на YouTube-канале «Фабрика новин». Меня зовут Юрий Вибик. Меня есть пан Евгений Киселев, журналист, наш коллега. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Рад вас видеть, рад вас приветствовать. И я рад видеть вас и рад вас приветствовать. И в очередной раз быть участником вашей передачи. А главное спасибо, что нашли для нас время. Вы знаете, Евгений Алексеевич, сегодня Путин сделал ряд абсолютно абсурднейших, заявлений. И вот одно из них. Значит, Путин заявил, что бандеровцы и ежи с ними убили полтора миллиона евреев. Даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях. Это была цитата. Он поговорил об этом с директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником, сообщает издание «Медуза». Они даже расшифровку приводят здесь, но я уже не буду выдаваться в детали подробности. Что вы думаете по поводу всего этого? Что это вообще было? Вы знаете, я могу только констатировать одну вещь. Путин врет. Или он является абсолютно непроинформированным, необразованным человеком, не имеющим никакого ни образования, ни исторических знаний, ничего. Кто-то ему подсунул очередную папочку какого-то там цвета, где с грифом «Совершенно секретно» написана воспроизведенная им возмутительная чушь. В действительности есть историческая правда, которая свидетельствует о том, что на территории Украинской ССР во время Второй мировой войны действовали так называемые «Айнзац-группы» или «Зондеркоманды». Они уничтожали евреев, цыган, других представителей разных категорий населения. Прежде всего, их жертвами пали украинские граждане еврейского происхождения. Был процесс. Знаете, вот был большой Нюрнбергский процесс, а вслед за ним было еще 10 малых Нюрнбергских процессов. И был отдельный Нюрнбергский процесс, который назывался «Процесс по делу об «Айнзац-группах». Он проходил в 1948 году, то есть уже через почти два года после окончания большого Нюрнбергского процесса. Он проходил в Нюрнберге. Это уже только американские судьи слушали дело подсудимых на процессе по делу об «Айнзац-группах». Могу точно даже сказать, с 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948 года проходил этот процесс. Я напомню. Большой Нюрнбергский процесс начался осенью 1945 года и закончился осенью 1946 года. Соответственно, через два года все это повторилось уже на малом Нюрнбергском процессе. Одним из десяти, повторяю, над немецкими преступниками, которые были виноваты в уничтожении физическом. Евреев, партизан, лиц, недовольных немецким режимом на оккупированных территориях. Действительно, в материалах процесса речь шла о том, что «Айнзац-группы» уничтожили более миллиона евреев, несколько десятков тысяч партизан, цыган, политработников, пациентов психиатрических клиник, а также лиц, заподозренных в антинемецкой деятельности. Если говорить конкретно, то там было 24 подсудимых, из которых некоторые были приговорены к смертной казни, некоторым смертная казнь была заменена на тюремное заключение. Кроме того, несколько человек из числа этих подсудимых были приговорены к пожизненному заключению. Трое к 20 годам и двое к 10 годам. В частности, могу сказать вам, обратить ваше внимание конкретно. Вильгельм Герман Пауль Глобель, штандартенфюрер СС, командир с зондеркоманды 4А, которая входила в состав «Айнзац-группы» С, которая совершила массовые убийства в Бабьем Яре. Он был приговорен к смертной казни и повешен. Помимо Бабьего Яра, он виновен также в массовом расстреле евреев под Житомиром, в массовых расстрелах в Фастове, в Иванкове, в Яготине, в Полтаве и других местах Украины. Вот это является историческим фактом. Нужно продолжать? Я думаю, что этого вполне достаточно. Достаточно просто зайти в Википедию, в конце концов, набрать там, хотите по-русски, хотите по-украински, хотите по-английски, малые нюрнбергские процессы. В разделе «Малые нюрнбергские процессы» «Подобрать процесс по делу об айнзацгруппах». И там, пожалуйста, смотрите биографии разных военных преступников, которые предстали перед нюрнбергским трибуналом. Отто Аллендорф, например, командир айнзацгруппы «Д» тоже виновен во многих воинских, военных, простите, преступлениях и преступлениях против человечности. Он руководил деятельностью вот всех этих айнзацгрупп, зондеркоманд, которые занимались массовым уничтожением евреев. Все остальное – это плод пропагандистского вымысла Владимира Путина и людей, которые его обслуживают пропагандистским образом. Евгений Алексеевич, вы знаете, я не планировал это обсуждать, но позвольте буквально одно уточнение по этой теме. Западная пресса уже, правда, давно писала о том, что среди людей, которые окружают Путина и которые именно таким образом на него влияют – некий гражданин Дугин. Я, к сожалению, забыл, или, к счастью, возможно, как его зовут, но все мы знаем, что случилось с его дочерью. И мы знаем, кто это. Так вот, якобы, как пишет пресса, в частности, по-моему, «Нью-Йорк Таймс», могу ошибаться, раньше был такой лонгрид, большая, огромная статья, и вот журналисты написали о том, что он непосредственно влияет. Вот он увлекал Путина этими книгами, которые никоим образом не соответствуют содержанию этих книг, никоим образом не соответствуют действительности, то, что было на самом деле в истории. Как вы считаете, возможно, вот эти заявления, это же не первое его заявление подобное, связанное как раз с этим? Ну, я, честно говоря, не думаю, что вот конкретные обвинения, которые Путин пытается облыжно выдвинуть против участников движения ОУН-УПА, связаны с тем, что Дугин как-то на него влияет, какие-то книжки его подсовывают. Больше того, я вам скажу, что я совершенно не уверен в том, что Дугин действительно такой влиятельный, как о нём говорят. У меня есть подозрение, что на самом деле Дугин один из тех людей, которые, что называется, шумно надували щёки и делали вид, что они ногой дверь в Кремль открывают, и что они имеют возможность общаться с Путиным, что-то ему рассказывать, давать ему какие-то рекомендации. Я не исключаю того, что действительно Дугин там встречался раз, два, три. Ну, я не верю в то, что он вхож в Кремль, вот знаете, на постоянной основе, как вхожи в Кремль какие-нибудь близкие Путину люди, вроде братьев Ковальчуков или Тимченко, или людей из давнего путинского прошлого, вроде ректора Горной академии в Петербурге Литвиненко, или, например, есть такой Николай Егоров, владелец крупного адвокатского бюро, адвокатской конторы в Питере, который когда-то с Путиным вроде бы вместе учился на юрфаке Ленинградского университета. Вот там есть некий круг людей, которые действительно имеют доступ к Путину, который с ними советуется, который с ними, может быть, сейчас обсуждает что-то или обсуждал раньше. В последнее время, кстати, говорят, Путин вообще ни с кем не встречается, и очень редко кого-то выслушивает, кому-то обращается за советами. Стал, говорят, затворником. Мы на самом деле не имеем точной информации, но я категорически не верю в то, что Дугин является действительно там каким-то грандиозным идеологом. Нет, безусловно нет. Нет, это одна из легенд. А что касается вот этой темы, смотрите, тема сложная, деликатная. Вот сказать, что вообще не было коллаборационистов в Украине, но это было бы категорической неправдой, потому что, как говорил выдающийся американский историк Тимати Снайдер, конечно же, коллаборационисты были. Это отдельная печальная страница истории, которая повторялась практически во всех странах, которые находились под гитлеровской оккупацией. Коллаборационисты были и во Франции, и в Германии, и в Голландии, и где их только не было. И всегда были люди, которые стучали в гестапо, которые выдавали прятавшихся где-то евреев, а были люди, которые их спасали, которые в Израиле внесены в книгу праведников мира, как их называют тех в отношении кого-то. Документально подтверждено, что эти люди действительно во времена Гитлера, во времена Второй мировой войны, во времена Холокоста спасали евреев от верной смерти. И, кстати говоря, я помню это выступление, в Киеве выступал как раз Тимати Снайдер, когда была конференция, посвященная очередной печальной дате, круглой дате побоища массовых казней в Бабьем Яру. И он говорил в ответ на чей-то вопрос такой, вот с подковыткой кто-то там его спросил, а вот что вы там по этому поводу думаете. Он сказал, вы знаете, я думаю, что если бы Россия, скажем так, территории Российской Федерации дольше находились под немецкой оккупацией, вот не так, как было тогда. Вот в Подмосковье было под немецкой оккупацией всего несколько недель. Ближняя Подмосковья, ну было, да. Вот если бы ближняя Подмосковья находилась бы под немецкой оккупацией, по-другому бы сложилась история Второй мировой войны. Если бы там немцы были полтора-два года, как это было в Украине, то, глядишь, и был бы длинный список граждан России, которые тоже были в этих черных позорных списках людей, которые занимались коллаборационизмом, служили полицаями и так далее и тому подобное. Здесь вот еще какая штука есть. Давайте не будем забывать, что Путин, он человек там из органов, из КГБ. И история про якобы страшное преступление, в которых был лично виновен Степан Бандера, это история в значительной степени изготовленная в 60-е годы как раз в органах Комитета государственной безопасности. Я напомню, в 59-м году агент КГБ Сташинский убивает в Мюнхене Степана Бандеру, совершает террористический акт, который, заметьте, остается тогда не до конца расследованным. На Западе толком до конца подозревают, что это дело рук КГБ. Но это одна из версий, что это дело рук КГБ. И только когда вот тот же самый Богдан Сташинский, убийца Бандеры, вдруг бежит на Запад, в Берлине, да, переходит на ту сторону, сдается властям, громкий скандальный процесс, о котором в Советском Союзе ничего не говорилось, не рассказывалось, его всячески замалчивали. И, понимаете, выясняется, что вот в тот самый момент, когда Хрущев, засучив рукава, проводит дестоналинизацию, когда на 22-м съезде КПСС он рассказывает про страшные сталинские преступления, вдруг такой облом, такой афронт. Граду и миру становится известным, что нифига им верить нельзя, какая там дестоналинизация. Они продолжают заниматься терроризмом, они убивают своих политических противников за границей на территории стран Запада. И вот тогда рождается у руководителей КПСС и Советского правительства и органов соответствующих гениальная идея. Вот мы должны рассказать Граду и миру, что вот якобы Степан Бандера был таким кровавым преступником, прямо у него руки были по локоть в крови, что мы никак не могли его не наказать. То есть вот, смотрите, израильтяне выкрали Эйхмана, выкрали в Аргентине Эйхмана, привезли его в Иерусалим, судили и повесили. Ну вот мы примерно то же самое сделали, потому что Бандера был хуже Эйхмана. И идет разнарядка. Есть, кстати, документы, которые были опубликованы в перестроечные, в постперестроечные годы. Я эти документы видел, они были напечатаны, например, в некоторых журналах, книги даже выходили, в том числе и в Украине, где просто были проведены образцы служебной переписки. Из Москвы пишут, там, в Комитет госбезопасности Украины, там, просим усилить пропагандистскую работу, разоблачающую преступления ОУН-УПА, и в том числе лично Бандеры. И дальше в рамках этой разнарядки начинают сочинять фильмы, книги и все такое прочее с одной единственной целью поддержать эту самую версию. И вполне вероятно, в какие-то там стародавние времена это и Путину в голову западает. Он же не только «Щит и меч» читал там или смотрел. И вот такую псевдоисторическую манкулатуру наверняка тоже изучал. Вот, собственно, что я могу по этому поводу вам сказать. Интересно. Евгений Алексеевич, хотел бы обсудить с вами темы, которые на повестке дня, в частности, вот встреча Путина и Эрдогана. И вот, ну, то есть я не буду, да, хронологически все зрители знают хорошо, что произошло. Вот хронологически я не буду напоминать нам. Хотел бы просто процитировать Эрдогана. Он говорит следующее, уже садясь в самолет, по сути. Он говорит о том, что с самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь. Мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже полтора года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается. Конец цитаты. Исправляйте меня, пожалуйста, Евгений Алексеевич, если я ошибаюсь, но когда встречаются люди на таком уровне, когда встречаются президенты, предшествует этому огромная работа их представителей. То есть просто приехать, чтобы поболтать, поговорить и ни к чему не прийти, ну, это как-то странно. А что у нас по итогу? У нас нет зерновой сделки, не удалось убедить. У нас мира нет, чтобы Эрдоган и Петербургал ничего не происходит. По другим вопросам тоже ничего нет. Как вы считаете, зачем Эрдоган вообще приезжал в Сочи к Путин? Ну, смотрите, Путин отказался встречаться с Эрдоганом, по сути дела, потому, что было ясно, Эрдоган его приглашает в Турцию с визитом, в некотором смысле протягивая ему руку помощи, потому что Путин в международной изоляции, он практически никуда не едет, но в некоторые страны он боится ехать, потому что там его могут просто взять и арестовать, или во всяком случае. Безопасным пребывание свое он там не считает. Мы помним всю эту историю про то, как он отказался ехать в ЮАР на саммит Брикс. Мы помним, что он не едет на саммит двадцатки, и вот он не поехал в Турцию. Но в Турцию он не поехал почему? Потому что он не принял протянутую руку Эрдогана. Было понятно, что Эрдоган будет разговаривать с ним по поводу зерновой сделки, убеждать его в том, чтобы Россия вернулась в зерновую сделку. Но Путин занял позицию в тотальной отрицаловке, что называется. Про сделку говорить не хочу, возвращаться в нее не хочу, про мир с Украиной говорить не хочу, про прекращение войны. Говорить не хочу, ничего не хочу. Вот такой вот капризный мальчик. Затопал ножками. И судя по тому, что заявил Эрдоган, для Эрдогана это очень жесткое заявление, потому что он все-таки пытался выступить в роли человека, который в некотором смысле строит свой авторитет и в глазах своих избирателей, и в глазах других мировых политиков, политиков, лидеров, в том числе руководителей стран НАТО. Давайте не будем забывать, что Турция – это страна НАТО. Вот я один из тех немногих людей, которые могут вести с Путиным диалог, могу выступать в роли посредника. Он же накануне вот этой встречи говорил, что он готов выступить в роли посредника в переговорах, возможных между Россией и Украиной. Но выясняется, что разговаривать-то не о чем. Путин не хочет слышать о прекращении войны на приемлемых для Украины условиях, о выводе войск с оккупированных территорий, как минимум, к возврату к ситуации, которая была до 24 февраля 2022 года. Понятно, что позиция Украины по этому вопросу с тех пор ужесточилась. Уже официальные украинские руководители заявляют о том, что разговора вечи не может быть уже о возврате к границам, которые существовали накануне. начало масштабной российской агрессии. Но, тем не менее, какие-то переговоры, наверное, были бы возможны при наличии желания обеих сторон хотя бы как-то на полшага подвинуться навстречу друг другу. В случае, разумеется, вывода войск с тех территорий, которые были захвачены после того, как началась полномасштабная агрессия, началась война, беспрецедентная, невиданная в Европе с 1945 года. Судя по всему, ничего у Эрдогана не получилось. Эрдоган поехал и в каком-то смысле, быть может, для него это был очень трудный шаг, но он все-таки перешагнул через собственную гордость. он поехал к Путину для того, чтобы, повторяю, а, убеждать его вернуться в зерновую сделку, и, б, постараться как-то его сподвигнуть к каким-то переговорам. Ничего, судя по всему, не получилось, потому что, ну вот, в словах Эрдогана сквозит, совершенно очевидно, даже не разочарование, раздражение вот такой вот обструкционистской позиции российского лидера. Интересно, с чем приедет Блинкен? Вот у нас есть новость, что Энтони Блинкен, я прошу прощения, государственный секретарь США завтра будет в Киеве, возможно, у него будет какая-то информация, вполне вероятно, что президент Турции мог с американцами, со своими союзниками по НАТО поделиться какой-то информацией, как прошли эти переговоры. Ну, кстати, здесь надо иметь в виду, я думаю, это важная оговорка с моей стороны будет, что все-таки после того, как Эрдоган выиграл на президентских выборах весной, у него немножечко изменилась политическая ситуация. Он подтвердил свой президентский мандат, он легитимный президент Турции, да, разумеется, победа далась ему тяжело, чуть больше половины избирателей, только его поддержали. Было очевидно, что просвещенная часть турецкой публики, турецкого общества не приветствует все, что происходит в Украине, и наоборот, хотела бы видеть значительно более активные усилия со стороны президента, направленные на то, чтобы добиться справедливого окончания войны. Заметьте, его конкурент выступал со значительно более жестких проукраинских антивоенных позиций. При этом я не хочу там ни в коей мере принижать позитивные вещи, которые сделал Эрдоган. Вы смотрите, после того, как эти выборы прошли, он и Азовцев помог освободить, и по ряду других вопросов занял достаточно жесткую проукраинскую позицию, и пытался поспособствовать возобновлению зерновой сделки, и в конце концов, знаете, зерновую сделку могут продолжить осуществлять без участия России. Вполне вероятно, что проблема в России будет не только в итоге будет не только с экспортом зерна, но и с, допустим, экспортом нефти через черноморские российские порты. Ну, что я еще могу сказать? Давайте просто подождем буквально несколько дней. Очень многое, я думаю, прояснится в самое ближайшее время. В том числе по итогам визита Блинкина в Киев и его встреч в украинской столице. Это действительно очень интересно. Вот сейчас я тоже наблюдаю, как телеграм-каналы краснеют на глазах, сообщая о том, что Энтони Блинкин завтра прибудет в Киеве. И что интересно, ну, ранее не было анонсов чиновников такого ранга, такого статуса. Они приезжали, и мы об этом узнавали либо уже в тот день, либо уже постфактум, если это касается, например, представителя разведки господина Бернса. Окей, Евгений Алексеевич, Суровикин объявился. Издание New York Times сообщает о том, что он был освобожден два дня после гибели Пригожина. Все, претензий нет к нему. И вообще, насколько вот это существенная новость, я бы вот так даже вас спросил. Ну, вы знаете, я не готов на сто процентов верить тому, что пишет уважаемая и хорошо информированная газета New York Times, потому что, ну, все-таки, положа руку на сердце, мы чего только не читали за подписью New York Times, Washington Post, Wall Street Journal за последнее время. Подчас это были весьма жесткие, однозначные, пессимистические оценки перспектив украинского наступления, возможности каких-то побед со стороны ВСУ там над российскими агрессорами. Было очень много не вполне точной, я бы сказал так вот, не вполне точной информации. Поэтому пока что нет никаких официальных подтверждений того, что он был арестован. Все, что мы знаем, что он освобождет, вот, что было официально, что его освободили от должности командующего российскими военно-космическими силами. Вот это медицинский факт. Вот, а откуда его освободили, откуда его отпустили, где он был, мы ведь точно ничего не знаем об этом. Понятное дело, что он попал в опалу. Понятное дело, что он попал в опалу в связи с своей близостью к Пригожину, в связи с тем, что Пригожин когда-то его хвалил, в связи с тем, что у него было выступление 23-го, записанное на пленку, которое разошлось по соцсетям, где он обращаясь к Пригожину говорит, что мы с вами одной крови, обращаясь к Пригожину, обращаясь к вагнеровцам, это запомнили, вот эти слова про то, что он с предателем, изменником, человеком, который воткнул в спину Путину нож, был одной крови, и просто так мимо этого, конечно, никто пройти не мог. Вот все, что мы знаем, что будет с ним дальше, не знаю. В конце концов, на нем свет клином не сошелся. Это правда. Найдут другого мясника Алеппо, найдут другого генерала Армагеддона. Абсолютно. Не надо, не надо из него, понимаете, вот Пригожин, в конце концов, даже Пригожин, наверное, сделал больше, чем сделал Суровикин. Потому что все-таки, давайте вспомним, Пригожин периодически выступал сам того не желая с абсолютно разоблачительными речами на видео, которые он распространял в соцсетях. Вспомните его большое интервью Константину Долгову, популярному такому пропутинскому ультрапатриоту или там турбопатриоту блогеру, которому Пригожин вещал про то, как мы на самом деле ничего не демилитаризовали и ничего хорошего вообще не добились за месяцы войны против Украины. Помните, да? И потом было еще короткое видео буквально за день или два до вот этого марша справедливости или фактически попытки мятежа, когда опять Пригожин очень жестко в достаточно откровенных выражениях перечислял все провалы, причем политические провалы, которые понесла, потерпела Россия в ходе так называемой специальной военной операции, в ходе агрессии против украинского народа. И возможно, что это гораздо большее влияние оказало на людей, чем его выступление. Во всяком случае, вот я читал любопытную статью на эту тему, которую написал британский историк, внимательно следящий за всем, что происходит в Украине, Лоуренс Саммерс. Вот он как раз написал не так важен мятеж Пригожина, как его выступления, в которых он говорит о том, что ни одна из целей изначально декланированных войны против Украины, ни одна из этих целей не была достигнута. И кто-то его слышит, а кто-то, извините, выходил и встречал его там чуть ли не с цветами, помните, в Ростове-на-Дону. Конечно. Евгений Алексеевич, на медний ряд СМИ сообщают о том, что Ким Чин Ин возможно в сентябре встретится с Путиным в России на бронепоезде приедет. Я когда готовился к беседе с вами, журналисты BBC отвечали на главные вопросы, с чем связана эта поездка, что будет обсуждать, каков предмет и так далее. Пришли к одному простому выводу, просто чтобы время не занимать, очень быстро скажу, Путин будет просить вооружения. Так вот, как вы смотрите на эту поездку, Ким Чин Ин в России встречается с Путиным. Путин просит вооружения в Ким Ин. Но это сюр какой-то, согласитесь, нет? Ну, послушайте, вполне вероятно, что так накачивали на протяжении десятилетий Ким Чин, династию Кимов. Слушайте, я сейчас, был у нас Ким Ир Сен, был у нас Ким Чин Ир, господи, я их, я их, этих всех Кимов, боюсь, вслух не проговорю, извините уж, ради бога. Короче, династия из трех Кимов, которая правит по сути дела с конца Второй мировой войны в Северной Корее, конечно, могла столько оружия накопить, что вам и не снилось. Вполне вероятно, что у Путина какого-то оружия не хватает. Снарядов, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ не знают. Вопрос к военным экспертам, это они могут четко рассказать, а что, собственно, в арсеналах у Северной Кореи имеется. Я полагаю, что в любом случае без разрешения Пекина Северная Корея и Путину ничего не даст, потому что северокорейский режим это сателлит Китайской Народной Республики, так уж сложилось на протяжении многих десятилетий. Пхеньян всегда ориентировался на Пекин, а не на Москву. Кстати, были периоды в отношениях между СССР и КНДР, когда особой дружбы то и не было, особенно во времена хрущевской оттепели, да и в последующие брежневские времена не шибко дружили с Северной Кореей, потому что она считалась все-таки союзником Китая, который в те годы, 60-е, 70-е годы рассматривался в СССР как потенциальный противник. В какой-то момент Советский Союз даже начал готовиться к возможной войне с Китаем. Я бы сказал, что после, особенно после инцидентов пограничных в начале 70-х в районе острова Даманский, вот тогда как раз совсем не дружеские отношения были между СССР и КНДР. Потом они выправились уже в Горбачевские времена, во времена разрядки стало как-то так получше, поспокойнее, но так уж сложилось благодаря всему этому, всем перипетиям истории дипломатических отношений между Москвой и Пхеньянов, что Пхеньян не самостоятельен, он во всех этих делах зависит от своего главного северного спонсора, от Китая. Китай разрешит, ну, немножечко может подбросить там чего-нибудь, тем более, что Северная Корея, это в отличие от Китая, она не ограничена теми геополитическими, ну, не обязательствами, я бы сказал, скажем, там нет вот геополитических рамок, которые мешают Пекину открыто помогать Путину в войне против Украины, потому что там есть позиции Соединенных Штатов, американцы говорят с китайцами на эту тему временами весьма жестко, Пекин тоже не шибко заинтересован в том, чтобы в открытую вот так вот в наглую помогать Путину воевать с Украиной, а корейцам вот это как раз такой инструмент непрямой помощи Пекина Москве, но не более того, все-таки давайте не будем забывать, Северная Корея это небольшая страна, возможности ее ограничены, может быть там через нее погонят какое-то количество китайского оружия, хотя я не очень в это верю, потому что все это легко мониторить с помощью разных средств, имеющихся на вооружение у западных разведок, прежде всего у американских разведслужб, и они мгновенно зафиксируют, что через Северную Корею, из Китая в Россию пошел поток оружия, сразу китайцам погрозят пальцем и скажут не-не-не, ребят, мы так с вами не договаривались, вы хотите поддерживать нормальные торгово-экономические да и политические отношения с Вашингтоном, тогда давайте будем с этим заканчивать. Поэтому я бы не... Знаете, это вот визит северокорейского лидера в Москву Ким Чен Ын, едущий через сибирские пространства огромные на бронепоезде куда-то туда в Россию, это какая-то такая вот архаика, новый виток вот этой вот новой архаики, которая начинает все больше и больше править бал в России. То есть это какая-то история, знаете, из позапрошлого века. Да, да. Ну, мы частично вспомнили о том, что Путин не поедет на G20. Вот напомним нашим зрителям, что в Нью-Дели саммит в самое ближайшее время состоится. И также стало известно, для меня это, по крайней мере, новость была. Я был уверен, что Си Цзиньпин посетит это мероприятие. Но нет, он отказался, он тоже не едет. И Байден, Джозеф Байден, президент США по этому поводу даже вот несколько слов сказал. Он говорит о том, что я расстроен, но я все же планирую возможно, журналисты пишут, что там в рамках будущих там одного-двух месяцев. Что вы думаете по поводу будущего саммита G20 и по поводу того, встретится Байден с Си или нет? Почему Си вдруг решил отказаться? Что это за Димаш такой? Я не готов ответить на этот вопрос. Право слова. Китайская политика и внешняя, и внутренняя, она временами бывает трудно объяснима в силу своей закрытости. Конечно, не настолько закрыта, насколько закрыта российская политика вообще, которая представляет собой черный ящик, но китайские лидеры тоже не любят делиться ни с средствами массовой информации, ни с разного рода неофициальными источниками информации о том, что там у них происходит. За стеной запретного города Гугун, как я знаю, раньше, знаете, были кремленологи, а были гугунологи. Гугунологами называли людей, которые там разбираются в хитросплетениях абсолютно закрытой китайской внутренней политики. Я полагаю, что из каких-то сиюминутных, быть может, тактических соображений Сипа считал, что ему не нужно появляться там, на этом саммите. В том числе, быть может, он не готов к общению, сиюминутному общению с Байденом. Возможно, он хочет, чтобы их встреча состоялась позже, когда у него будет сформулирована та или иная позиция по тем или иным вопросам. Возможно, не касающимся, Украины, потому что давайте не будем забывать, что помимо украинских проблем у Соединенных Штатов есть другие проблемы в отношении с Китаем, связанные и с экономикой, и с финансами, и с торговлей, и с проблемой Тайваня. Я не знаю, может быть, как-то судьба Тайваня обострилась. Проблемы судьбы Тайваня. И, может быть, только из-за этого Син не хочет сейчас встречаться и разговаривать с Байденом. Это вопрос, на который кто-то из профессиональных китайведов вам ответил значительно лучше. Что будет на этом саммите? Ждать ли какого-то прорыва, как вы считаете? Да, слушайте, все эти саммиты G7, G20, я не знаю, там, Брикс, это в значительной мере формальные мероприятия. Я бы не преувеличивал их значение. Реальные договоренности, реальные прорывы происходят за плотно закрытыми дверьми, во время доверительных переговоров между главами государств, которые периодически договариваются о встречах, во время их, быть может, телефонных или каких-то там других контактов, в ходе доверительных встреч, которые проходят между лидерами страны, эмиссарами, которые друг другу, вот там Блинкин приедет завтра, вот там может быть какой-то прорыв, знаете, вот приедет Блинкин, поговорит с Зеленским и, глядишь, ускорится поставка каких-то видов вооружения или наоборот замедлится, глядишь, какие-то новые вооружения потекут рекой, может быть, какая-то дополнительная финансовая помощь будет получена, я так полагаю, что надо иметь в виду, скоро заканчивается финансовый год Соединенных Штатов, осталось совсем недолго, новый финансовый год, соответственно, новые ассигнования будут исчисляться с первого октября, может быть, с этим связан визит, а может быть, что-то еще, а может быть, какие-то новые тревоги появились или какие-то новые сюжеты, о которых глава американского внешнеполитического ведомства хотел бы проинформировать украинское руководство, хотя, опять-таки, с высокой долей вероятности чего-то мы не узнаем, а чего-то не узнаем никогда. Евгений Алексеевич, мне очень понравился этот эфир, было безумно интересно, спасибо вам огромное. Спасибо, Юрий, всегда в вашем распоряжении. Всего самого доброго. И всего доброго всем, кто нас смотрел. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok